В городской больнице номер 2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки. От мощного хлопка пострадали соседние дома и припаркованные автомобили. В момент ЧП в госпитале находилось 158 больных, 5 из которых были тяжелые. Мощный взрыв слышали жители почти всех районов. Как все было и что стало причиной происшествия, хронологию событий восстановил наш корреспондент Татьяна Лаврова. Проспект Ленина. Утро. Начинается горение в техническом пристрое возле студенческой поликлиники. Огромные клубы дыма видят жители почти всех районов. Еще несколько секунд и раздается мощный взрыв. Очевидцы снимают момент с разных ракурсов. Сотрудники МЧС прибыли на место через 6 минут и сразу же начали ликвидацию возгорания. Как позже рассказали спасатели, в результате пожара произошел взрыв кислородной будки. Мы с ребенком гуляли в парке. Сначала проехало три пожарных машины, а потом сильный взрыв, так что аж в парке заложило уши. Позже огонь перекинулся и на саму больницу. На тот момент в госпитале для ковидных пациентов располагалось 158 больных, 5 из которых находились в реанимации. На место прибыло 19 бригад скорой медицинской помощи. Из них 4 реанимационных бригады, 2 бригады медицины катастроф. Также задействованы 3 комфортабельных автобуса и 2 микроавтобуса областной станции переливания крови. Началась срочная эвакуация. Сначала люди оперативно перевели во временное помещение. Спортивный комплекс на стадионе Елейсиной. Он находился в 100 метрах от больницы. Реанимационных больных доставили в ГКБ номер 8 и ГКБ номер 9. Одного тяжелого пациента увезли в ОКБ номер 3, сообщили в мэрии. После для эвакуированных открыли хирургическое отделение городской больницы номер 1. Оно должно было ввестись в эксплуатацию, как новая дополнительная госпитальная база с понедельника. Это по приказу Министерства здравоохранения Челябинской области. Ввели его заранее. В силу сложившихся обстоятельств они приступили к работе незамедлительно. Основная часть пациентов эвакуирована туда. Как сообщили в Минздраве, транспортировку все пациенты перенесли благополучно. Погибших нет. На место ЧП сразу же приехали первый вице-губернатор Ирина Гехт и глава области Алексей Текслер. В городе ввели режим ЧС. В больнице вошел первый, второй этаж. Отдельные помещения. Сейчас надо очень быстро, оперативно провести остекление. Это уже в настоящий момент происходит. И провести необходимый ремонт. От сильного взрыва оказались повреждены остекления здания больницы соседнего дома до шестого этажа, а также машины, припаркованные во дворе. Вон дыра выгорела. Видите, вон стоит. Я тряпкой потушил. Вон с той стороны бак прогорел, провод. Начальник УМВД сообщил, что задеты оказались два общежития – 6 и 7. Из соседнего с ковидным госпиталем дома было эвакуировано 25 жильцов. Жителям будет предоставлено для того, чтобы они сейчас непосредственно после эвакуации могли где жить помещение. Это либо маневренный фонд, либо мы сейчас договорились с общежитием Южноуральского госуниверситета, о том, что часть жителей будет находиться там. Это общежитие было только что построено. Губернатор сообщил, что всем пострадавшим от взрыва окажут помощь. Уже организованы работы по остеклению жилого дома и больницы за счет муниципалитета. Предварительные причины происшествия – нарушение в монтаже оборудования и его обслуживании. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Во всех ковидных госпиталях теперь проверят кислородное оборудование. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поставил на контроль дело о возгорании кислородных баллонов в ГКБ номер 2 Челябинска.